Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы переехали в новую квартиру мужа, там очень старый ремонт. Уже год я говорю ему о том, что в квартире нужен ремонт, за все время поменял только двери и обобрал обои в прихожей. У меня депрессия и нежелание находиться в такой обстановке. История переехает временно к маме, пока не сделает ремонт. Плюс его повысили на работе, он выпивает каждый день. У нас когда вы доходят до драка, как предполагает расход, он уговаривает остаться. Как решить данный вопрос? Смотрите, основное, прям вот, основное, основное, это, божелую то, что у мужа нет мотивации. У вашего мужа нет мотивации делать ремонт. Почему-то. Вот. И в первую очередь вам здесь нужно, на мой взгляд, себя спросить. А почему? Почему у... моего мужа... Нет. Желание. В общем-то... Это самый ремонт делок. Что есть? Ну... Почему у него отсутствует стимул? Понимаете, да? Это первое. Вот. Дальше. Вы пишите. Значит, переехали в новую квартиру. Там очень старый ремонт. Ну... Как бы... Наверное, вы знали о том, что там старый ремонт. И почему-то... Почему-то все равно... Переехали в новую квартиру. Ого. То есть... Как здесь... Получается... 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 Что... Ну... Поверили... А... Своему супругу. Ну... Ну... Получается... То есть... Ну... Получается... Что поверили ему. Вот. Возникает вопрос. А... Обылили... У вас... Основание... Для того, чтобы ему верить. Вот. Вот это вот... Такая довольно... Важная деталь... Как... Как мне... Кажется... Э... Отношение... Вот. То есть... Ну... То есть... Словно говоря... Можно ли... Положиться... На... На... Вашего... Э... Супруга... Или... Или нельзя... На него... Положиться... Положиться... Это... Это... Довольно важно... Вот... Ну... Как мне... Видится... Опять... Положиться... ... Положиться... Значит... Уже... Говорю о том, что квартире нужен ремонт... Ну... Совершенно очевидно... На мой взгляд... Что... Если... Человек... К вам... Вот... Э... Как-то... Не прислушивается... То... Я думаю... Что... В таком... Случае... Вы... Э... Наверное... Эм... Делаете... Что-то не так... То есть... Ну... Вот... Вы... Говорите... Эм... Ему... Что... 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 Что его не мотивирует... К сожалению... В данном случае... Нужно посмотреть... Что бы могло его... Замотивировать как раз... Замотивировать как раз... Вот... Да... То есть... Что бы... А что бы могло вот... Эм... Придать ему... Ну... Ну... Мотивация... А было... Пока... Получается... Что... Ничего... Ему... Мотивация... Не придает... Как... Как... Мы... Можем... Видеть... Поэтому... Очень важный вопрос... Да... Как вы ему об этом... Говорите... Ну... Вот... Буквально... Как вы говорите своему... Можем... О том... Вот... Что... Эм... Что... Нужно сделать ремонт... Вот... Дальше... Значит... За все время... Поменял только двери... Ободрал обоих... Прихожих... Как... Вы... На это... Отреагировали... Вот... То есть... Как вы отреагировали на то... Вот... А что он это сделал... То есть... Эм... Ну... Похвалили вы его... Например... И... Или... Не заметили... Во... Эм... Что происходило... Когда... В ваших... В ваших отношениях... Например... А... Ну... Между вами... Например... Что... Он... Вот... Решил... Это... Сделать... Так... Я думаю... Что это ведь... Тоже... Не было... Случайно... То... Что он... Вот так... Поступил... Вот... И... Опять же... Здесь... Вот... Это... Самый... Главный... Как мне кажется... Вопрос... Эм... Знали ли вы... Обывали ли вы... Себе отсчет... В том... Вследствие чего... Это... Стало возможно... Вот... Может быть... Человек... Эм... Чувствовал себя... Почувствовал себя... Виноватым... Может быть... Что-то еще... То есть... Что происходило... Ну... Вот... Между... Ну... Между... Между вами... Вот... И... Происходило лишь что-то... Если это... Выделить... То... Я думаю... Можно будет... Банный вопрос... Решить... Думаю... По-любому... Вот... На мой взгляд... По крайней мере... Дальше... Вы пишите... У меня депрессия... Нежелание... Находиться в такой обстановке... Ну... Обстановка может быть... Действительно неприятная... Это... Правда... Но... Депрессия... На мой взгляд... Это... Довольно серьезная... Реакция... Скажем так... На... Данную историю... Что вы понимаете... По депрессии... И... Обращались ли вы... К врачу... Вот... Потому что я там повторюсь... А... Сред... Если вы не хотите... Ну... Ничего делать... Например... Допуст... Что-то одно... Если вы чувствуете... Обиду... На... Своего... Мужа... Это... Другое... То есть... Вот... Именно... Эм... Вследствие... Вследствие чего... Как... Появляется то... Что вы называете... Депрессией... Вот... Понимается... Да? Дальше... Есть вариант... Временной... Переехать к маме... Пока не сделает ремонт... Ну... Я бы сказал... Что... Это... Довольно... Серьезно... Отдает... Манипуляции... Вот... То есть... Прямо будет... Прямо будет... Довольно... Эм... Серьезно... Отдает... Манипуляции... И... Эм... Мне не... Мне не кажется... Что это... Эм... Что это хорошее... То есть... Мне не кажется... Что... Вот... Манипулируя... Или... Пытаясь... Манипулировать... Манипулировать... Понимаете, да? Поэтому если вы хотите именно его заставить, вот, если вы хотите именно заставить его, то ничего хорошего из этого не выйдет. Дальше. Его повысили на работе, он выпивает каждый день. Но это вне всякого сомнения неприятная история, вне всякого сомнения. Вот, но давайте постараемся, постараемся рассмотреть, что вследствие чего опять же человек начал, казалось бы, ему радоваться надо, что его повысили, да, и так далее. А он вот выпивал. Выпивались люди довольно часто, тогда, когда пытаются убежать от реальности, пытаются убежать от чего-то. от чего-то такого, что ему не нравится. вот. Понимаете, понимаете, да? на мой взгляд, на это нужно обратить ваше внимание. Ну и плюс ко всему, если вы, если вы человеком как-то расставите, да, то есть если вы, условно говоря, оставите его одного, например, то вряд ли это способствует улучшению ваших отношений. Не знаю, отдаёте ли вы себе отсчёт в этом или нет. Надеюсь, что отдаёт. Потому что момент достаточно важный, то есть очень важно, чтобы вы, принимая решение как-то с человеком расставаться, имели просто в виду, что это может довольно негативный, повлиять, ну, на то, как вы взаимодействуете. Вот. А-а-а. Друг другом. Понимаете, да, как аспект? Поэтому reset, а в данном случае, run. Дальше, значит, следующий момент. Вы пишите, у нас скандалы доходят до брак. Я думаю, что это не просто так, то есть не случайно. У вас это доходит до брак. Я думаю, что и со стороны вас, и со стороны вашего мужа есть некие элементы, так скажем, невыраженной агрессии. То есть это, ну, наличие некоторых чувств, которые вы, как мне кажется, сдерживаются, и ничего хорошего в этом быть не может. То есть нужно смотреть, нужно исследовать, нужно стараться замечать, ну вот ваши эмоции, ваши эмоции. Чувства, переживания. И не доводить до такого состояния, когда это превосходит в эмоции. Да? Потому что брак, это уже вот такой, я бы сказал, критический момент, что обращает вот еще чуть-чуть, да, и выздороваться. Вот. Дальше, вы говорите, когда я предлагаю развод, он уговорит остаться. Вот, в том числе, по этой причине вы начинаете участвовать в драке с ним. То есть это связано с тем, что вы предлагаете развод, как бы ему вы предлагаете развод. Но, по факту, мы же говорим о вас, правильно? Мы говорим о вас, а развод почему-то, предлагаете ему вы. Ну, если вы, допустим, как-то вот считаете, что, условно говоря, пора разводиться, да? Допустим. Вот. Ну, вы имеете на это полное право. Вот. Но если вы считаете, что пора разводиться, так и разводитесь сами. А если у него получается вас уговорить остаться, к примеру, то это уже больше вопрос. К вам за счет, за счет чего у него получается вас уговорить, что он, условно говоря, такого вам обещает. Да? Ну, наверное, что-то, что-то, наверное, все-таки обещает. Правда, правда, непонятно что. И вы, получается, себя предаете. То есть, ну, как-то вот забывайте про свои интересы, забывайте про то, что вам важно, вот про то, что хотели. Ну, значит, ну, расстаться с человеком обо всем этом и забывайте. Почему и как такое становится возможно, нужно смотреть. Вот. Ну, возможно, излишне вы полагаетесь на своего мужа. Излишне требуйте от него. Ну, много слишком, вероятно, требуйте от него. Вот. В силу того, что ваше желание давить от него. Вот. Еще есть такой важный момент, что вы говорите, что новая квартира мужа, а ремонт очень старый. В этот момент я несколько не понял. То есть, квартира новая, а ремонт старый, как это? Как это возможно? Ну, вот. Хотелось бы как-то это преследовать, если, ну, если возможно. Вот. Вот. Хотелось бы понять этот аспект немножко получше. Вот. Потому что мне всегда казалось, что люди, прежде чем как-то вот, ну, приезжают в квартиру, они там сначала делают ремонт. Вот. То есть, у вас, опять же, здесь, вероятно, были какие-то обстоятельства, были какие-то, ну, какая-то ситуация была. Вот. Которая, повлияла на то, что вы так поступили. Ну, и в целом, есть такое ощущение, что, вас нужен на данный момент, ничего кроме ремонта. Да. Не связывает. Если этот, если этот толк, это, конечно, серьезная проблема. Ну, по крайней мере, так это видится мне. Давайте попробуемся подумать, что у вас общего с мужем. Ну, вот. В целом. Что вас объединяет. Да. Что вас связывает. В целом. Проводите любое время вместе. Или больше сейчас. По обидам. Ну, по взаимным претензиям и так далее. Попе хотелось бы выиграть. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Хочется пожелать вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.